Всем привет! Это Сергей Мнев, ну или техническая борода, как вы меня привыкли называть, но сейчас зреет небольшой ребрейдинг, так что эту тему мы будем раскрывать в отдельном видео уже потом. А это видео посвящается видеокарте Asus ROG Strix RTX 2080T. И вообще за его появление я хочу сказать спасибо Виталию. Виталий занимается машинами, делает интересные вещи, ссылочки на него ниже. Это его видеокарта, и он мне ее оставил всего на одни сутки. Что очень щедро с его стороны, так как он уже неделю сидит без компа, ему надо работать. Ну в общем красавчик, спасибо ему большое. И все бы тестирование получилось бы классно, если бы не одно маленькое но. Точнее их было несколько, в одном но виноват RTX, а в других но виноват. В общем вот этот маленький котик, у него проблемы с почками, появляться начали камешки. И вместо того, чтобы мы тестировали видеокарту и херачили обзор для вас, мы просидели 4 часа в клинике с этим козем. И как раз таки он частично виноват в том, что обзор получился не до конца полным. В общем... А теперь о следующих проблемах, которые появлялись сами за собой и вообще о моем впечатлении о RTX. Во-первых, он отказался работать на самой стабильной ревизии Windows, которая есть и которой я пользуюсь. И мне пришлось полностью переустанавливать операционную систему. То есть все тестовые приложения, все игрушки, все ставить заново. И только к ночи я сел за тестирование. В общем, все пошло не так гладко, как я хотел. И он вообще стоит сотку, они еще дохнут. И NVIDIA зажопили память и выпустили Titan RTX 24 гигами, который стоит еще дороже, в два раза дороже. А мой товарищ Андрей Паладин, который ведет крутой влог в инстаграме, очень сильно надеялся, что будет больше гигабайт в RTX 2080T. Кстати, владельцем именно Strix он является и некоторые интересные данные для сравнения он мне подкинул. И в общем, все это не так весело было, как 980T на 1080T переход. Это мы все вспомнили, дядя Хуанг слегка охренел, но мы будем рассказывать подальше о главном герое, конкретно о Strix, о ревизии Asus. И скажу сразу так, эту ревизию уже нарекли лучшим RTX 2080T нереференсного дизайна. И еще будет Matrix, да сученька, будет Matrix. Это нашел один из представителей Asus в документах. И в общем, круто, будем ждать самого крутого RTX, потому что если Strix настолько крут, насколько будет крут Matrix. К сожалению, разобрать видеокарту, посмотреть, что внутри было невозможно, так как видеокарта не моя, она принадлежит другому человеку. И на самом деле это была бы наглость взять и разобрать чужую видеокарту, лишить гарантии. Этого делать я не стал, но это исправится в скором времени, как только у меня появится RTX, пригодный для этого. Но при этом не сказать о том, что внутри я не могу. Там 16 плюс 3 фазы. Это у нас 3 фазы идет на память, 16 идет на чип. Плюс у нас 8-канальный VRM контроллер, такой же, как у Reference. Первые подопилили Asus и организовали разводку так, что у нас 2 полноценные фазы объединяются в одну. И результат получается лучшим. На самом деле они эту тему реализовали еще в материнских платах Maximus. И там не вот 10 фаз, как в Xtreme, а их 5 на уровне VRM контроллера. Хотя видим мы их физически 10. Эту тему мы будем раскрывать в обзоре GNE, которая была, кстати, частью тестового стенда. А теперь двигаем дальше. У нас 11 гигабайт памяти, GDDR6, которая работает на частоте 14000 Гц. И это одно из важных отличий от предыдущего флагмана. У нас тут совсем другой чип, тюринг, который имеет кучу наворотов. И если посмотреть и сравнить характеристики 1080T и 2080T, то надеешься на 30-40% прирост в играх. Но это нужно все проверить и убедиться в том, как оно будет. Плюс еще эта AC-версия, она работает чуть быстрее. И еще есть очень много интересных нововведений, о которых стоит сказать. Ну, во-первых, система охлаждения стала больше. Она больше, чем у 1080T. У нас не прямой контакт с тепловыми трубками, а хорошо отполированная медная пластина, которая прилегает к чипу. Есть специальный выступ для зоны ВРМ. И ВРМ у нас охлаждается общим радиатором, а не отдельным, что тоже очень хорошо и намного эффективнее, так как опыт уже показывает, что отдельный радиатор ВРМ не несет такой хорошей производительности. И этот новый радиатор занимает почти целых 3 слота, хотя чуть меньше 2,7, чтобы у вентилятора было хоть небольшое расстояние для забора воздуха. И еще у нас под этим радиатором находится большой металлический каркас, который не только отводит тепло, в частности от чипов памяти, но является еще усилением конструкции. Это сверху закрывает бэкплейт, края которого немножко загнуты, что тоже добавляет жесткость. И это говорит о том, что производитель подумал, чтобы не было ни выгиба, ни перегиба, и чтобы у текстолита карт не было никакой возможности выгнуться, согнуться и перегнуться. Это действительно важно, так как именно по этой причине происходит отвал чипа. Для аутентичных олдскульщиков есть кнопка отключения подсветки, следовательно и включения, кому как уже нравится. Есть дополнительный выход RGB ленты, есть два вентилятора PWM, которые настраиваются отдельно. Мы можем от этих двух PWM разъемов запитать всю систему охлаждения корпуса, создавая игровой компьютер, либо отдельные части каких-то радиаторов, как я делал в проекте Теория струн от Strix. И эта видеокарта Strix может являться еще и контроллером для вентиляторов для создания очень тихой игровой системы. Эту тему я раскрою также в отдельном видео, поскольку она реально интересная и требует дополнительного объяснения. А все это позволяется благодаря тому, что мы можем выбрать источником контроля температуры как процессор, так и видеокарту. Помимо того, что к видеокарте цепляются дополнительные вентиляторы, есть у нее еще три своих вентилятора. Разделены они на два канала. У нас управляется центральный вентилятор и левый, и правый. Все это можно регулировать, настраивать под себя. И плюс еще система охлаждения показала себя очень тихой. Она намного тише, чем турбина. И она может останавливаться и начинать крутиться только с 55 градусов, но в режиме Silent. И вот как раз таки режим Silent переключается с помощью свеча BIOS. Есть режим тихой работы, когда у нас вентиляторы не агрессивные, спокойные. Тогда у нас не очень высокий подъем идет частоты, максимально 1900 МГц по чипу. И это несколько не радует на фоне того, что можно делать в режиме Performance. Переключая BIOS в режиме Performance, все это можно сделать на рабочей машине, но потребуется перезагрузка. Запускаем GPU Tweak 2, который можно скачать с официального сайта, либо ссылочка снизу. Запускаем AC-сканер и тестим, насколько наш чип пригоден к разгону. Чип данной видеокарты максимально может разгоняться до 2145 Гц. Есть пример у моего товарища Паладина, у Андрюхи. Видеокарта смогла разгоняться до 2160 Гц. То есть можно вообще не заморачиваться, не париться, взять, проверить свой чип и сохранить этот профиль и работать в нем. Как раз таки я успел в режиме разгона протестировать видеокарту. При этом память я не разгонял, все это оставил для следующего видео, в котором будет все намного интереснее. Истрикс получился действительно охерительным. Он лучше, чем предыдущие Истриксы. У него есть много действительно полезных функций, о которых мы еще будем рассказывать. И теперь давайте перейдем к тестовому стенду и непосредственно к результатам тестирования. А потом подытожим. Тестовый стенд у нас состоял из материнской платы Asus Maximus 11 Gne, Proce 8700K, разгон 5200 Гц по 6 ядрам и 5000 разгон кэша. Плюс у нас была оперативная память Corsair на чипах Samsung, которая работала на скорости 3600 Гц с заниженными таймингами. И самое главное у нас был накопитель Intel Optane на 480 Гб, 900p. Конкурентом, противником был 1080T, референс, жидким металлом под крышкой. У одного моего товарища, майнера, я взял ее. И это яркий пример того, что майнер следит за видюхой, и она в хорошем состоянии. О том, как купить видеокарту у майнера, и если вы взяли видеокарту у майнера, есть куча видео. И я думаю, тоже сделаю свой видос, непосредственно посмотрев несколько видеокарт из нескольких ферм. Ну, эта тема совсем уже другая. И пойдем посмотрим на результаты тестирования 2080T RTX в режиме OC-мод, когда мы просто ставим GPU-твик кнопочку на OC, и в режиме OC-сканер, когда у нас видеокарта автоматически разогнана утилитой ASUS. Сравним это с 1080T. Хочу сразу уточнить, что результаты в графиках я делал как они есть, без записи, потому что это влияло на производительность, а ShadowPlay не захотел работать с RTX 2080T. С 1080T он работал, что очень странно, опять же, для меня. И поэтому запись видео я делал с OKAM, и он дропал FPS видеокарты на 1015, что не очень хорошо подходит к тому, чтобы показывать вам. И еще очень важный нюанс, о котором я все-таки пожалел. Многие обзорчики видеокарт говорят, типа, сглаживание в 4К надо отключать. Пиздоболы, блядь! Не надо отключать сглаживание в 4К. И вот яркий пример бенчмарка в Tomb Raider, когда у нас отключено и включено сглаживание, и как сильно меняется картинка, насколько она приятнее и красивее. Правда, вот производительность падает очень сильно. И тут уже возникают вопросы, о которых мы поговорим уже в конце видео. Так что все тесты в 4К, максимальные настройки, без сглаживания, что-то сделалось с OKAM, бенчмарки без OKAM. Поехали! Начнем с 3D-марков Fire Strike Ultra и Time Spy. Оба в 4К, оба у нас показывают хороший отрыв от 1080T, и наблюдается также хороший отрыв в режиме авторазгона от Asus. Переходим к 15-й фантазии, и здесь мы видим примерно ту же самую ситуацию, что и наблюдалось в 3D-марках. Если посмотреть на бенчмарку World of Tanks, то опять же отрыв от предыдущего флокмана очень большой. А если посмотреть уже немножко на другие бенчмарки, которые встроены в игры, то ситуация уже не так сильно разнится. Assassin's Creed Odyssey в 4К, отрыв есть, особенно когда у нас видеокарта разогнана автоматически GPU-твиком, но вот разница в 4К конкретно здесь в стоковом состоянии не такая уж и большая. Теперь переходим к бенчмарку Far Cry 5, также в 4К, и количество отрисованных кадров заметно выше на целую тысячу, в сравнении с предыдущим флагманом. Особенно хорошо отработал Strix с автоматическим разгоном через GPU-твик. Shadow of the Tomb Raider в 4К количество отрисованных кадров превышает заметно количество отрисованных кадров на 1080T. И еще можно отметить очень хороший отрыв в автоматическом разгоне RTX 2080T. Предыдущая версия Лары Крофт в 4К у нас показывает средний FPS, и с 2080T без сглаживания мы можем играть комфортно больше 60FPS, а вот с 1080T почти 55, точнее даже 54FPS был отрыв, есть он большой, и более того разогнанный RTX опять оказывается куда интереснее. Metro 2033 один из моих любимых бенчмарков, 4К опять же без сглаживания, средний FPS у нас с 1080T 70, а вот с 2080T RTX в режиме разгона и в режиме без разгона, точнее в AC-мод, грубо говоря, есть соточка, в одном случае чуть-чуть больше 100, в другом чуть-чуть меньше. К сожалению, Ведьмаки вертикальная синхронизация отказывалась отключаться, и в случае с RTX у меня все упиралось в 60FPS, но, тем не менее, можно было посмотреть на минимальный FPS, насколько он будет просаживаться. Хочу заметить, что игрушка, которая вышла несколько лет назад, до сих пор заставляет плакать видеокарты в 4К, и 1080T не позволяет в ней комфортно находиться, потому что 42,56FPS, но это захватом OCam, который отнимает примерно 10-15FPS, а если посмотреть на результаты RTX 2080, то минимальный FPS у нас 53,58 в случае разогнанного режима, и максимальный 61. К сожалению, игра повела себя несколько непредсказуемо, и я не успел разобраться с этим, поскольку времени не оставалось. Ну и завершим мы все тем, что включим Battlefield 1. Нахрен пятый? Нет у меня Battlefield 5, но есть первый. В общем, 55,72FPS с OCam на 1080T, и 86, 108 и 90, 110 на 2080T. Отличный результат, и это если учитывать то, что у нас был захват с помощью OCam в этих двух играх. И вот такие результаты теста. А RTX нарекали как именно той видеокартой, которая будет позволять спокойно, без проблем, играть в 4К. Но если мы включим сглаживание, и вот пример Лоры Крофта очень сильно показательный, что сглаживание в 4К нужно, и эту тему мы будем отдельно изучать уже, например, их бенчмарков, игр, когда от Asus подъедет 2080T, и у меня будет достаточно много времени, чтобы с этим всем разобраться и поработать. И как раз таки это будет уже в следующем ролике о этой видеокарте, и скорее всего он еще будет на воде. И очень странное и смутное чувство во мне поселилось. По идее RTX это действительно одна из самых мощных видеокарт на сегодняшний день, которые только есть. Будущий Titan RTX, возможно, будет быстрее, но никто это пока не может подтвердить, поскольку тестов он еще не проходил, и результатов этих нигде нету. Поживем, увидим, посмотрим, проверим. А пока что касается RTX. Видеокарта действительно отменная и без сглаживания, или с минимальным сглаживанием. Кто тоже немного просадит FPS, в отличие от режима без сглаживания, может дать комфортно поиграть в 4К, но где вот это 60 плюс FPS везде повсеместно, этого нет, и это немножко огорчает. Плюс нету, ну, такого, что было за 100 FPS, но тем не менее, RTX на сегодняшний день самая мощная видеокарта и самый удачный вариант для 4К. А если говорить о разрешении ниже 4К, а это самое популярное разрешение, которое сейчас есть, и Full HD до сих пор остается таковым, то 1080T это самый лучший вариант. Да, более того, 1080T обычная, хорошо Full HD тащит, и вообще все без проблем происходит. Так что подумайте, прежде чем думать о покупке чего-либо. А если мы поговорим о версии от Asus, то они сделали очень тихую видеокарту. Во-первых, система охлаждения по умолчанию раскручивается максимально до 2000 оборотов в минуту, и это тихо. Она может работать бесшумно, плюс она может раскручиваться сильнее. А если сравнить ее с турбиной 1080T, то она заметно тише. А вы помните, что как раз таки турбина 1080T считалась тихой-тихой? Asus выпустила не просто крутую видеокарту, она доработала все, что было у нее, сделала хорошую элементную базу, хорошие интересные дополнения, которые с умом можно грамотно использовать. Плюс она сделала подарок для многих пользователей, когда мы можем брать и разгонять видеокарту, вообще не запариваясь. И тему разгона я отдельно хочу разобрать, как раз таки со Strix, так как это очень интересно. В общем, Asus красавцы выпустили действительно лучший RTX, который только есть сейчас на рынке. Многие могут со мной попытаться поспорить, но что спорить, как бы, ребята, когда у меня есть результаты тестов, как система охлаждения, так и отзывы моих товарищей, так как результаты моих тестов, и больше 70 градусов я на ней не видел. В бублике, в играх, да нигде вообще не видел. И это очень хорошо. Плюс она еще может работать в разгоне без проблем, благо радиатора здесь хватает. И, в общем, на этом все. Ставим большие пальцы вверх. Чем их будет больше, тем будет лучше, на самом деле, так как это стимулирует меня сделать новый видос о RTX и продолжении. Правда, его сначала нужно будет выпросить, но, признаюсь честно, чем больше будет больших пальцев, тем скорее он появится. Также все остальные затронутые темы здесь я постараюсь сделать максимально быстро, потому что они чертовски актуальны. И думаю, до нового года я смогу вас порадовать. Ну, а если нет, то после нового года, я думаю, эти темы останутся до сих пор актуальными. Делаем репост и рассказываем друзьям, что Серега Манев пилит годноту, и на него стоит подписаться. И давайте поддержим канал максимально сильно, так как я действительно стараюсь и хочу, чтобы это вылилось в нечто большое. В общем, всем вам спасибо и всем пока!